МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученица Ирины Шнур, легендарного гримера отечественной киностудии, и Оксаны Алехиной, художницей и визажистой, чья студия много лет работает в США. Виктория, доброе утро! Я очень рада, что именно вы у нас сегодня в гостях, потому что надеюсь задать вам кучу-кучу вопросов, которые принесут пользу и мне, и всем нашим телезрительницам. Как быстро и качественно с утра привести себя в порядок? Потому что я знаю, что визажисты обладают не только секретами визажа именно и как правильно нанести тени, как накрасить губы, но, может быть, есть какие-то фишечки полезные, как свою кожу привести в порядок, чтобы тон ложился ровнее. Сейчас такой будет маленький блиц-мастер-класс для всех телезрителей. Они сейчас будут это записывать, запоминать. Ну, я с удовольствием, конечно, отвечу на все вопросы. Но быстрый макияж – это, наверное, хороший тон. Немножко припудрили лицо, насколки румяные, барышни уже красивые. А глаза? Ну, глаза, реснички, конечно. Без ресниц, то есть никуда? Без ресниц никуда, да. Реснички, ну, достаточно просто выглядеть сейчас хорошо. Какие-то легкие движения создают красоту. Виктория, а вы за какое время собираетесь с утра? Я могу очень быстро. 5-7 минут, и мы готов. Ну, это, наверное, профессионализм, да. Это руки сами, получается, уже работают. Руки сами, да. Конечно же, если это ответственное мероприятие, какие-то съемки, встречи, свадьбы и так далее, что-то торжественное, я крашусь ровно, как все женщины, 40 минут в час. То есть все ждут. Мне понравилось слово «как все женщины». Как все, да. Поверьте, не «как все». Виктория, скажите, возможно ли самой научиться правильно использовать кисти, тени, каким-то основам, просто посмотрев определенный канал в YouTube? Да, конечно же, можно. Мне кажется, в женщине вообще это все заложено с детства. Вы посмотрите на малышей. Да. Если это мальчик, он будет бибикать машинкой. Если это девочка, все мамины помады на лице, все тени на стенах. То есть это, наверное, заложено уже в женской половинке генетически. И, конечно же, освоить это можно легко, посмотреть, правда, 2-3 ролика. Все это поддается просто. Очень любопытно. Знаете, с чего началась именно ваша карьера, визажист? Как вы к этому пришли? Я по образованию экономист, это уже, наверное, не секрет для всех. Я очень хорошо делала сама себе макияж и красила в институте всех на какие-то вечеринки. Но вы не учили сами? Нет, я не самоучка. То есть я когда поняла, что мне это нравится, что я не хочу сидеть в офисе с бумажками, мне тяготит эта профессия, мне нужен был контакт с людьми, какое-то общение, и творчество все время проявлялось. Это было 11 лет назад, школ, и интернета как такового не было. Это было не совсем модно. Наверное, 5 топовых визажистов по Казахстану и тех, которые не преподавали. То есть 11 лет у вас титул абсолютного чемпионства Европы по парикмахерскому искусству и макияжу. Это же нереально большой прорыв, я бы так сказал. Потому что все время, я в одной программе уже говорил, что все время побеждали у нас европейцы, россияне, украинцы побеждали, получается. И тут, пожалуйста, объявляют Казахстан номер один в Европе. Да, ну на самом деле это очень... Я сама этим горжусь, я думаю, что все казахстанцы гордятся. Я к этому шла. Вот знаете, наверное, как схема по фэншую сработала, я написала список себе, по каким этапам я должна подняться до этой высоты. И очень много летала по разным странам, городам, брала мастер-классы, обучалась. То есть 3-4 раза в год я выезжала. И высшей планкой моей была поставлена такая цель стать чемпионкой Европы, мира. Вот, в общем-то, уже я на самой той высокой точке, к которой стремилась. Я думаю, подробный список Виктории Сталевича мы узнаем сразу же после нашего сюжета, который будет полезен для всех наших телезрителей тоже. Посмотрим и вернемся сразу к нам в Жанакон. Новости без политики. Программа Жанакон продолжается. В гостях у нас сегодня Виктория Станевич, именитый визажист. И я просто не могу не задать такой вопрос. Предновогодний. Какие же тренды сейчас актуальны в этом сезоне? Как накрасить себя в новогоднюю ночь? Как вообще? Какими палитрами пользоваться зимой? Какие тренды, да? Ну, модно сейчас быть, в принципе, с макияжем. То есть сейчас тренд, конечно, есть. Это яркие очень цвета помады, бордо или, как его еще называют, модно марсала цвет. У вас даже кофточка сегодня такого цвета. Модного цвета. Быстрее, да, в тренде. Вот. Можно, конечно, использовать эти оттенки. Но никогда не выходят из моды ньют макияж натуральный, да, классика. Стрелки в моде сейчас очень широкие. Популярные реснички разного формата. То есть, в принципе, модно быть красивой и ухоженной, и аккуратной. И поэтому какой вы выберете макияж, это, наверное, больше подбирать нужно по душе. А, Виктория, вы работаете, конечно же, как именитый визажист, с нашими звездами самыми именитыми. Расскажите немножко об их предпочтениях, может быть, капризах, да? Может быть, у вас есть какие-то запоминающиеся случаи? Вы знаете, мне посчастливилось работать не только с нашими звездами, но и российской, голливудской эстрадой, кинематографа. Я скажу, что это самые, наверное, непритязательные клиенты. В целом, каких-то капризов, претензий никогда не было. Это очень довольный, благодарный клиент. Предпочтение – это, конечно, присутствие такой интенсивности в макияже, потому что они понимают, что работа с камерой, да, свет. Как правило, это какой-то классический смоки-айз, но, как они сами всегда говорят, не глаза панды, да, как можно это сделать, рассыпать все вокруг. Очень интеллигентные, хорошо глубоко посажены выразительные глазки. Солена, не можем, конечно, не спросить. Мы уже поняли про чемпионство в Европе. Какова следующая цель? Куда метите? Следующая – родить дочь. Вот? Да. У меня два сына, и я, конечно же, мечтаю о наследнице, кому все это можно передать. Ну, я не представляю мальчиков в этой профессии, хотя если они идут, то мужчины очень успешны, да, потому что это работа с женщиной, как бы противоположный контакт, ты их очень любишь. А в профессиональной сфере есть какая-то вот еще следующая цель, куда стремиться, где мы в следующий раз будем уже за вас болеть? Ну, думаю, следующий – это чемпионат мира. Виктория, ну и, конечно же, как обычно, ваши пожелания нашим телезрителям? Ну, я желаю быть всегда всем красивыми, следить за собой, потому что это наше такое небольшое отличие от мужчин – косметика и красота. Мужчина умылся, оделся, и он уже красив, а женщинам я все-таки предлагаю немножко уделять себе времени, тем более это приятно. А мы будем не умываться тогда. Спасибо большое. Спасибо, Виктория. Я думаю, сейчас очень многие девушки и женщины вдохновятся после ваших слов и будут прикладывать больше усилий, тем более я, например, не знала, что интенсивный макияж оказывается в моде. Так что прекрасный пол, не сдерживаем себя. Вообще не поняла, о чем вы говорите, но ладно. Напомню, друзья, что до новогодних событий остается буквально-то месяц, ну, наши-то люди во всем мире начинают готовиться раньше. Конечно. У вас есть достаточно времени, чтобы привести себя в порядок и заняться своим гардеробом. Не забывайте про внешний вид, это самое главное. Ну, а программа «Жена Кун» подошла к концу, но мы всегда с вами. Завтра выходные, так что отлично отдыхать. Алена Петрова. Алан Черкасов и Виктория Станевич. Хорошего всем дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова